Я Аарон Мата, вы на шоу Джимми Дора, со мной американский комик Курт Мецкер. Кремль был атакован дроном. По словам Москвы, за этим стоит Украина при поддержке США, Украина и... Американские эксперты говорят, что, возможно, это... Провокация России. Взаимное обвинение, опасность нарастает, и сейчас... Следовало бы искать пути разрядки и даже обратиться к дипломатии. Сенатор Том Коттон не заинтересован в дипломатии, он хочет подготовить нас к войне, и он считает, что мы переоценили военные возможности России, и мы должны учитывать это в нашем плане войны с Россией. Вот его слова. И так справедливо сказать, учитывая тот факт, что мы переоценили возможности России, к февралю этого года они ослаблено столько, что потребуются годы на восстановление. Они гораздо слабее, чем мы думали 14 месяцев назад, так? Да, такова наша текущая оценка. Может, нам стоит изменить оперативные планы касательно потенциальной войны с Россией в Европе в соответствии с новым пониманием? Слышите? Мы должны планировать войну с Россией, и эти планы должны отражать факт, что Россия слабее, чем мы думали. И так, соответственно, нам должно быть легче начать войну с Россией, потому что они не так сильны, как мы думали. Вот что он сказал. И так, у них нет ядерного оружия? Именно так. Полагаю, мы не должны это учитывать. Я думаю, командование силами НАТО в Европе рассматривает это, сенатор. Хорошо, скажем, это правда. Их обычные силы полностью исчерпаны. Разве это не повод быстрее обратиться к ядерному оружию, если у них его много? Ну, точно. Ну, типа... Да, именно так. И недавно мы показывали это. Генерал из командования силами в Европе сказал, что сейчас у России больше наземных сил, чем было в начале. Но, очевидно, сенатор Ракоттана это не волнует. Одна из причин медленных темпов поставок, которые мы слышали, это предписание наших оперативных планов. И если наши оперативные планы в Европе основаны на том, что мы думали о возможностях России 14 месяцев назад, они очень нуждаются в корректировке. Директор Хейнс, один последний... Итак, иными словами, мы поставляем Украине оружие слишком медленными темпами, и такие темпы поставки основаны на ложном представлении о том, что армия России сильна, хотя она показала свою слабость. Соответственно, нам нужно обновить наш анализ, чтобы поставлять оружие Украине еще быстрее, чем сейчас. Справедливости ради, Украина действительно продает 70% оружия и снимает самые сливки, так что все равно, им нужно всего 30% того, что мы даем. И сенатор Коттан хочет, чтобы мы думали о войне не только с Россией, но и на Ближнем Востоке. Один последний вопрос о России. Они стали гораздо агрессивнее по отношению к США. Мы все помним инцидент в Черном море. Помните, как их самолет пописал на наш дрон? Глава Центрального командования ВВС сказал, что Россия ведет себя, цитата, «все более воинственно в воздухе над Сирией». Они даже ищут возможности для боя, провоцируют воздушный бой. И командующий в Европе генерал Каволли отметил, что российские подлодки в Атлантике ведут себя активнее, чем в последние годы. Первое. Есть ли другие примеры российской агрессии? И второе. Какова оценка Комитета по разведке? Почему Россия ведет себя все более агрессивно? Мы можем обсудить это в закрытом формате? Конечно. Хорошо, спасибо. Давайте не будем говорить о Третьей Мировой публично. И обратите внимание, все эти места, где Россия становится агрессивнее, Соединенные Штаты туда не приглашали. Сирия? США незаконно оккупировали треть Сирии. Россия там по приглашению Сирии. Но почему-то Россия является агрессором. О, я смотрел этого маньяка на канале Валюитмент. Что-то о Китае. Он предупреждал нас, что мы должны были ударить по Китаю. И он такой... Знаете, как они называют наши авианосцы? Они называют их цели. И он говорит о том, как агрессивно они реагируют на наши базы, которые их окружают. Они агрессоры. Америка застрелила Трэйвена Мартина. Вот кто мы. Точно. Точно. Вот снова Коттон. Его слова после того, как Россия атаковала дрон над Черным морем. Опять же, рядом с Россией, Черное море далеко от США. И сенатор Коттон хотел силовой ответ. Очередная опасная провокация России, вызванная слабостью президента Байдена. Не только Россия, другие страны тоже делают это. Китай опасно преследовал наш летательный аппарат в Южно-Китайском море. Его слабость? Его запредельно сильная позиция давать им слишком много? Иран сбил дрон в Персидском заливе, и Россия также. Хорошо, все эти американские дроны и военное оборудование атакуются вблизи стран, которые он называет агрессорами. Это опасно. У тех дронов были семьи. Россия также угрожает нашим пилотируемым аппаратам у побережья Аляски и в Восточном Средиземноморье. Президент Байден должен заявить с позиции силы, что мы не потерпим таких провокаций. Если мы не осадим Россию после случая с дроном, Россия, Китай, Иран, возможно, начнут сбивать наши пилотируемые аппараты. Что нам делать? Во-первых, они должны отправить другой дрон по этому же маршруту, чтобы дать понять, что мы не боимся летать в этой зоне. Во-вторых, мы должны... Он должен подлететь прямо к ним и сделать вот так. Я не трогаю тебя. Я не трогаю тебя. Чего? Я не трогаю. Вернуться к Черному морю. Президент Байден растерялся, когда Владимир Путин вторгся на Украину, но у НАТО Черноморское побережье длиннее, чем у России. И в-третьих, мы должны дать понять, что будем делать то, что давно должны были, обеспечивать Украину необходимым оружием, чтобы уничтожать российские ракеты и артиллерийские системы, стреляющие по ней. Или ударить по Кремлю. Нужно дать им дроны. Эти шаги пошлют ясный сигнал России, что мы не потерпим провокаций и избавят от дальнейшей эскалации. А вот он пытается сказать нам, что нам не нужно беспокоиться о ядерной войне с Россией. Нам всегда нужно помнить о наших ядерных противниках, особенно о России и Китае, наших противниках в холодной войне. Пока нет свидетельств, что Россия перемещает свое тактическое ядерное оружие, маленькие боезаряды, которые поместятся в артиллерийский или минометный снаряд, или что-то подобное. Но мы должны помнить об этом. В то же время, как я уже объяснял, нельзя позволить им запугать нас до состояния подчинения. Сдержать агрессию, будь то обычная агрессия танков, артиллерии и самолетов, как на Украине, или ядерная агрессия, можно только силой и стойкостью. О, Боже. Давайте помнить о ядерной агрессии и продолжать ее провоцировать. Какой план был у левых по подрыву нашей... О, это... Потому что я полагаю, что он представляет говнолибералов, которые все играют в веселую бипартийную игру в война с Китаем. Да, точно. Субтитры создавал DimaTorzok